В письменном виде у врача сегодня отдал ему заявление о письменном виде. Ну, я думаю, что это бесполезно. То есть я уже столько ему заявок попередавал, все тухнет, угасает. Никто ни на что не реагирует. Костюмов нету, бейзиков нету, ничего нету. Ну вот я тебе вкратце, я надеюсь, ты пишешь наш разговор. Да-да-да, начал записывать. Ну вот спрашивай, что тебя еще интересует. Давай по-быстрому, потому что очень много звонков надо мне. Я тебе говорю, выходи на уполномоченного по правам человека через своих соратников. Звони соратникам, говори, чтобы собрались там, я не знаю, написали, собрались, сходили, встретились вживую с уполномоченным по правам человека. Нарушаются права человека в такой-то больнице. Требуем провести вне плана. Я понял, сейчас отзвонись, попрошу. Я понял тебя. И требую прокурора вызвать, чтобы прокурор пришел. Прокурора, вот сейчас попробую отзвониться в 112 на завтра, сейчас уже все закрыто, бесполезно. Я отдал сегодня заявление этому главврачу с просьбой, чтобы предоставили мне прокурора. Но я так понимаю, что ничего никто предоставлять не будет. Неважно, требуй, используй свои права. Я требую, я требую, Антон. Ты ж меня знаешь, я как бы не ломаюсь, не гнусь, стою на своем. Ну, спрашивай, что тебе еще интересует. Апелляцию отправили? Апелляцию? Ну, я ее вчера отдал, а отправили, не отправили. Не знаю, но я им сказал, день срока осталось. Я думаю, что отправили. Кому отдал? Светлане Михайловне? Скинь ее контакт. Да, да. А я... Дело в том, что у меня нет ее номера, я не знаю. Мы с ней общались несколько лет назад, потом она пропала из видимых полей моих, и где она, что она, не знаю. В телефоне, может быть, она ко мне и звонила, но у меня не отражается, записи ее нет. Найдем, я думаю, что найдем. Найди и мне контакт сбрось. Мне интересна судьба апелляции. Я понял тебя, конечно, найдем. Ну, давай, Антон, если что, там, звони, сообщи, слушай. У меня просьба к тебе. Скинь мне смс-очкой, статью, номер статьи Федерального закона о психиатрии, где сказано, что помещение в психбольницу только по собственному письменному согласию. Я не помню номер. Сейчас найду, скину. Ну, она. Ну, все, давай. Больше у меня просьб нет. Спасибо. Спасибо тебе большое за помощь. Ты мне очень помогаешь. Благодарю тебя. Тебе что, телефон на два часа только дают? Вечером? Да, да. Вот в шесть вечера ждать. Ну, когда кто-то там? До полдевятого, до девяти. У тебя хорошая ситуация. Мне два раза в неделю, две минуты только давали. Ну, Антон, я, насколько понимаю, что везде командует начальник отделения, зав. Отделения. Как он скажет, так оно и делается. Да. Потому что он мне сам сказал, что это моя команда, я ее такую дал. Ну, вот такая фигня. Хотя я его попросил, говорю, дай мне телефон, чтобы у два часа было днем, два часа вот вечером. Ну, пока реакции нет. Кто у вас там губернатор? Фамилия, имя, отчество? Голубев. Ну, вот он назначает главврача психушки. Понятно. Я понял тебя. Ну, ладно, Антон, я тебя понял. Давай я сейчас отзвонюсь народу, сообщу, чтобы по правам человека. Давай, спасибо. Да, и это, попроси народ, чтобы приходили к тебе и требовали свиданий. И обязательно, чтобы у каждого на руках была вот эта образец. Смотри. Да подожди, дослушай. Смотри. Дослушай. Важная информация. Дослушай, пожалуйста, Игорь, не перебивай. Я тебе важную информацию говорю, ты начинаешь меня постоянно перебивать. Говори, говори. Попроси, чтобы народ приходил и требовал свиданий. И чтобы у каждого на руках был вот этот образец доверенности, который и тебе, и любовь присылал. То есть, чтобы самое главное, это заверенную доверенностью, там заполненные данные, чтобы они расписались, готовые, чтобы тебе передать, ты при них же расписался, и тут же главврачу на заверение. Вот теперь меня послушай, свидания по области запрещены в больницах совсем, со вчерашнего дня. Все, что ты мне сказала, ну, бессмысленно. Свидания запрещены. Только передачи. Все. Кто запретил? Ну, откуда я знаю, кто запретил? Я так понимаю, что распоряжение Голубева. Требую ознакомить тебя. Слушаю. И зачинем эти ладо, давайте. Антон, я все требую, но им насрать-то мои требования. То есть, они ничем не подтверждают, да? Ничем, да. Сегодня беседовал с лечащим, так сказать, врачом, это Бойко СА. Ну, сказал, он мне сказал, что тебя долго держать не будем, скоро выпустят. Так это не так, пока не знаю, но есть надежда, что... Ну, это, скорее всего, из общественного резонанса. А ты не уточнишь? Ну, это всего, да. Подожди. Это, скорее всего, из общественного резонанса. Ты попробуй уточнить, как выпустят. Признают это больным или здоровым? Какие у них планы? Завтра, завтра. Антон, он мне информацию дает дозированную. Все, не выкладывает. Я начал спрашивать, он мне сказал, завтра, я тебе тоже говорю, завтра. Я все это в курсе, все это знаю, как вопросы задавать, тоже знаю. Так что, вот такие дела. Так, ты мне скажи, вот эта карточка сбербанковская, она где сейчас? Она у тебя на руках или у Любови? Она, нет, она не у Любови, не у меня. Я тебе рассказывал, у меня менты в сумку изъяли без протокола, без всего, просто отняли. Там у меня деньги лежали, которые ты перевел, я их снял. Ключи от квартиры, документы, военный билет, права, карточки, вот эти две. Стой, стой, ты мне ничего не этого не рассказывал. Ты мне буквально сказал, что тебя похитили в магазине насильно. Расскажи полностью эту историю. Рассказываю полностью, иду с магазина с водой. Из кустов у меня вокруг дома там кушери растут, нету здоровья покосить. Вылазивает мент, майор, фамилии не знаю, навстречу идет другой лейтенант. Меня под руки в машину и в Ростов. Ни протокола, вообще ничего не составлено. То есть меня, грубо говоря, просто похитили, а мои личные вещи украли. По-другому это трактовать нельзя, так как нет ни одного протокола, должен быть протокол задержания и доставки в суд, как это положено. Должен быть протокол изъятия моих личных вещей, сумки в том числе. Ничего этого сделано не было. Тебя куда доставили? В отдел полиции или в дурку сразу? Они меня посадили в машину, в машине пересадили, доехали до полиции, пересадили в «Жигули» и отвезли в дурку. Ой, не в дурку, а в суд. И суда в дурку. Наручники одевали? Наручников нет, не одевали. А в суд тебя во сколько привезли по времени? Вечером? Восемь, восемь вечера. То есть в нерабочее время? Судья там был, да, в нерабочее время. Судья там был специальный, суд провели как бы закрытый по просьбе следователя. То есть я даже не знаю, есть ли там, где публикация решения суда. Но я так понял, что есть, потому что люди где-то добыли. Вот эти полицейские, ты их раньше видел? Они в масках были или без? Конечно, видел. Это родные полицейские, веселые. Я их всех знаю как обугленных. Ну, по фамилии не знаю, может, их там участковых человек семь или восемь. Я, естественно, не знаю их всех по фамилии, по имени. Я знаю своего непосредственно. А ко мне же там толпами они ходили. Кто из них, кто херовый. Ясно. Ну, вот я тебе как бы рассказал ситуацию. Сейчас буду звонить к Антону. Буду говорить, чтобы шли по правам человека. Ну, я беседовал с правами человека. Ну, с этим, не знаю, как его назвать. Ну, давно, несколько лет назад. Там ноль абсолютно. Там, Игорь, 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 там не беседовать надо. Там надо требовать провести внеплановую проверку. Я понял тебя. Буду передан. Я понял тебя. У тебя, получается, сейчас на данный момент не действует ни один российский паспорт. Правильно? Так у меня их нету. Я же тебе говорю, что менты меня пробивали по базе. У меня нету в базе. И говорят, а кто ты такой? Я говорю, ну, найдете кто, значит, найдете. То есть, я же тебе рассказывал, что следствие Каркищенко завели в уголовное дело. Не сверив меня, у меня просто не с чем меня сверять. У меня нет ни одного российского документа. А кого судили? Возбужденного. Непонятно. Не знаю, кого. В суд привезли. У меня тоже никто ни паспорта, ничего не спрашивал. А личность как усудилась? Кого судили? Стоп, стоп, стоп. Никак. Стоп. Со слов Каркищенко. Со слов Каркищенко. Со слов Каркищенко. Игорь, подожди, не перебивай. Ё-моё. Ну, важные вопросы задаю. Ну, говори ты. Ну, что ты одно и то же мне толдычишь? Да не одно и то же. Я тебя пытаюсь вопрос задать. Ты не даешь задать. Задавай. Задавай. Я же для тебя стараюсь. Задавай, Антон. Я понимаю. Много говорим лишнего. Я лишнего не говорю. Я вопросы задаю. Задавай. Получается, они личность вообще никак не устанавливали, а форму 1П они хотя бы там смотрел, показывал? Нет? Где-то ты видел, что не форму 1П? Я лично не видел, но других вариантов, как по форме 1П у них нету. Но дело в том, что у меня паспорта нету, соответственно, форма 1П не действующая. Форма 1П не является удостоверением личности. По ней нельзя личность удостоверять. Нет такого законодательного. Это раз. А плюс еще у тебя старая форма 1П аннулирована, потому что ты подал заявление об утрате, да? Или о краже, что ты там делал? Да. А новый ты не получил? Получается, ни одна форма 1П, ни один паспорт Российской Федерации у тебя не действует? Да, 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 абсолютно верно. То есть, получается, Барвин вот этот, черная мантия, он так на глазок определил, да? Что это ты? Ну, да, но я же тебе объясняю ситуацию. Во-первых, никто не спрашивал у меня, предъявите, кто вы такой, дайте мне удостоверение личности. Хотя военный билет, который является также удостоверением личности гражданином Советского Союза, был в сумочке. В сумочку украли менты Веселовского района, поселка Веселов. Ну, это надо тоже соратникам скажи, чтобы написали это. Подготовили, образили заявление. Или сам подготовил заявление, передай как-то на волю. Если передачки разрешены, ну так передачками передавайте эти все заявления, все бумаги. Вот, я же тебе, ты меня слышишь, что я сейчас получить могу, Люба мне принесла сегодня вечером передачку. Передать я ничего не могу, нет такой возможности. То есть, односторонние только тебе могут передавать? Да, да. Конечно, это надо где-то встречаться под окном, договариваться, писать и скидывать. А у меня сегодня, ну, сестра-коза, ручку взяла, отняла. Хорошо, у меня их три там, попряженные в разных местах. Ручку взяла, спи***ла. Мягко говоря, понимаешь, вот кожи такие. Игорь, Игорь, третий раз тебя предупреждаю, перестань материться. Ну, это не мат, это русское слово, русское слово. Игорь, ты сам себе вредишь. Антон, давай, давай, потому что мне звонить надо, отниму телефон. Добро, добро. Давай, давай. Ручку спи***ла. Наши люди.